Здравствуйте! С вами Светлана. И я от 12 августа объявляла конкурс. Как обычно, простые правила у меня на канале. Под видео от 12 августа написать «Участвую» и написать, в какой населенный пункт мы едем отдыхать на море. На Черноморье, наше Черноморье. И открыть подписку. Все просто. Открытая подписка, чтобы когда выбирался победитель, было видно, что вы подписаны. Это для подписчиков, так что подписывайтесь, кто не подписан. И от 12 августа под видео написать «Участвую». И населенный пункт «Как вы думаете, куда мы поедем отдыхать?» Это, я так думаю, интересный конкурс. Вы пофантазируете. Вы, возможно, даже угадаете, потому что ничего сложного нет. Очень красивый, ухоженный, черноморский населенный пункт. Призом будет что-то, я не знаю что, но что-то привезенное с моря. Мы выберем этот приз. Вместе с вами вы будете с нами в том населенном пункте. Будем с вами выбирать победителю этот приз. Что-то связанное с морем. Аромат в море, солнце. Это вот будет что-то такое интересное. И заключение конкурса будет 30 августа. До 30 августа пишите, фантазируйте. Подарки, я думаю, всем понравятся, потому что морские подарки всем нравятся. Будет два приза. Два. Два победителя будет. Девочки. Просто мне очень хочется, кто, возможно, в этом году не получилось поехать на море, я вам подарю маленький кусочек моря. Ну, не в самом смысле, что кусочек моря, но оттуда привезенный какой-то подарок. Все. А с вами была Светлана. Пока-пока. А мы едем сегодня на дачу. Солнце, тепло. Можно уже сказать, конец августа. Мы едем на дачу. И такая погода классная. Девчонки, это супер. Купили мы на дачу. Арбуз. Вот такой арбуз. Прелесть. А еще, по-быстренькому покажу. Купили на дачу редиску, потому что редиску мы свою съели. Съели свою редиску. Вот хочу сходить, купить еще семена и посадить. Ну, конечно, это вот мало. Это сколько редиска стоила? 40 рублей. 40 рублей, да. Но что это? Это мало. Перед отъездом на море куплю семена, посажу. На дачу будет у нас редиска. А свою мы уже съели. Огурцы купила, потому что все огурцы мы законсервировали. И что оставалось, мы съели. Тоже съели. Огурчики вот такие вот. По 45 на рынке. Я в этот раз очень мало огурцов посадила, и нам не хватило. Помидоры. Девочки, помидоры купила крымские. Крым? Привет! Ваши помидорки. Розовые. Вот такие вот. Картофель у нас на даче есть. Я покупала. Так, и что мы еще? А, и еще купили куриное бедро. Сделаем на гриле. Вот. Ну и в пекарню заезжали, батон брали. И арбуз. Арбуз. Ну, сегодня не эксперт выбирал арбуз. Не эксперт. Не доверили. Были мы на рынке. Вот. Встретили продавца. Азербайджанец. Как он нас уверял? Говорит, брат. Брат. Кстати, он смотрит наш канал. Брат. Говорит, тебе как себе выберу. Как родному. Сорт волгоградский холодок. Как он сказал? Что первую партию привез. Холодок, мол, осенью всегда, осенью. А это первая партия пошла. Но. Но пальчики оближешь. У меня с мужем не согласия. Я говорю, что холодок, он просто темный. Он без полос. А муж сказал, что продавец. Продавец обманывать не будет. Я верю людям. А уж людям кавказской национальности я верю вдвойне. Как себе? Так. А я ж не вру. А я хочу спросить, а мы его что-то целиком возьмем? Мы же едем. Мы сейчас едем вдвоем на дачу. Поэтому я и хочу половинку. Половинку мы сейчас в холодильник. Половинку завтра съедим. А половинку на дачу. Сейчас он в целлофан и все. Потому что мы вдвоем не съедим. Есть его не будем сейчас, а просто половинку я отрежу. Как всегда, отделяю попку с хвостиком. Попка с хвостиком. Ну давай скажем, что это хвостик. Хвостик, хвостик, попка. А это не попка. Кто знает, тот поймет. И так, отрезаем. Какой красный! Сейчас, сейчас. Так, его нужно будет, наверное, в контейнер и накрыть пленкой. Да, да, да. У меня уже, девчонки, слюни текут. Вы посмотрите, какой он! Ух, краснюсь! Ну, не знаю, как холодок. Ну, а густ, судя по всему, вкусный. Я знаю, что холодки, они темные, бесполосные, просто темные. Нет, 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 именно темно-зеленый, полосатый. Слушайте. Это мне? А сочный, вы посмотрите, прям с него течет, течет прям. Девчонки, это точно, наверное, холодок. Это просто, это песня. Я же говорю, человек кавказской национальности обманывать не может. Не знаю, но он прям очень сладкий. Он может просто преувеличить. Он медово-сладкий, а сочный, это прям... Так, тогда большую часть мы берем на дачу, а меньшую часть оставим здесь на завтра. Так, мы на дачу-то едем по делам же, вас возьмем с собой, посадим в тачанку садовую и будете ездить с нами. Ну, и будем с вами арбуз есть еще заодно. Все, поехали. По отъезду на море хочу с дачными делами закончить. Вот привозила из квартиры на дачу герань, и теперь хочу ее пересадить обратно в горшок, потому что когда мы приедем, это уже будет середина осени. Нужно ее сейчас пересаживать и назад домой отвозить. У меня здесь есть старая земля в горшке. Я ее хочу пока высыпать, посмотреть, что у меня здесь вообще есть. Потому что она уже за лето спрессовалась. Так, здесь у меня торф, я так понимаю, торф и керамзит. Это нормально. Но хочу еще перемешать с землей, в которой находятся сами цветочки. Сюда я сажала цветочки. Я их прям, знаете, прищипывала от основной герани. Вот герань, допустим, вот она герань, она старенькая. Я от нее отрывала молоденькие. И, по-моему, видео было укореняло здесь. Вот они прижились и цветут. Называется красная роза. Действительно, как розочка цветут. Вот сейчас отсюда выкопаю и будем вместе с вами пересаживать. Удалила я из кашпо. Вы посмотрите герань. Вы посмотрите, какая корневая система у нее. Это вообще, это вот из прищипа. Я вот, знаете, вот такими вот малышками прям, ну вот такими малышками сажала. И посмотрите, какая корневая система. Вот, и хочу посадить вот в этот горшок группой. Группой, потому что столько много места, сколько у меня герани образовалось. У меня дома нет. Я имею в виду на окнах. А она хорошо, герань растет, когда ей много света. О, какие корни. Это просто гиганты, хочу сказать. Но, опять же, значит им было хорошо. Хорошо. Сейчас посадим и хорошо прольем. И у меня еще одну кашпо есть. То кашпо тоже нужно будет пересаживать, потому что я боюсь, что будут ранние морозы и все замерзнет. Пока мы соизволим с отдыха заявиться на дачу. Кто у нас смотрит за дачей, естественно, пересаживать мои цветы не будут. Зачем? Если есть владелица, хозяйка цветов. У меня герань есть каких цветов? Розовые, вот такая вот розовая, крупная. Есть красная, красная роза. Есть белая, бледно-розовая и оранжевая. И оранжевая, оранжевая. Вот хочу ее размножить, чтобы ее у меня было много, потому что она такая красивая, оранжевая. Ну и в принципе, в принципе, я думаю, нормально все. Герань, если она захочет жить, она будет жить. На Йорков, Йорков во время пересадки цветов я на улицу сюда не выпускаю, а то они тут сразу залезут в землю, как маленькие поросятки. Все, пересадила. Теперь несколько раз пролью водичкой, дам стечь и уже будем грузить в машину, чтобы они там у нас стояли. И еще такой же кашпор, тоже в горшочек. Надо только поискать здесь, в сарайчике, горшочек. Большой. И так же вот буду пересаживать. Было их сколько? Сколько было? Четыре-пять. И все в один горшочек уместились. Земли, я думаю, немного, потому что земля еще при поливке осядет немножко. А чтобы плитку на земле не мусорить, не замусорить, я постелила вот такую вот скатередь из фикс-прайса. Вам на заметку, если вам нужно будет дома пересаживать или на даче, вот. А сейчас я задачу мужа. Он мне будет на клумбах пересаживать цветы. Давайте его вместе озадачим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова